Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Какой подтекст содержит работы новой персональной выставки «Синемата»? Как новые технологии влияют на сущность фотоискусства? Об этом говорим сегодня в нашей студии известный самарский фотограф. Олег Давыдов. Здравствуйте, Олег! Добрый день! Вчера состоялось открытие выставки вашей «Синемата» новой персональной. И хотелось бы узнать, во-первых, где она расположена, как прошло открытие, и почему такое интересное название, которое в себе сразу несколько смыслов, наверное, заключает. Ну, выставка в музее, я, как сказать, глубоко предан нашему самарскому музею. И название, оно, как сказать, такого слова нет в итальянском языке. Само название, в нем есть вот некая игривость такая, потому что вообще жизнь и кино, вот, это тонкая грань, где начинается реальность, где она заканчивается. Поэтому «Синемата» можно условно перевести как приглашение в кино. И вот еще раз говорю, грань эта тонкая. Вообще я его случайно нашел в интернете. Оказывается, вот в современном, уже в современное время один из дизайнеров решил вот создать такое приложение. И, как это ни странно, для современного человека, который может в интернете смотреть фильмы, никуда не ходить, вот он создал приложение для покупки билетов и, как бы, бронирования системы билетов вот на какие-то определенные системы. Вот оттуда это словечко. Понятно. Скажите, пожалуйста, как вы к этой выставке готовились? Где, собственно говоря, происходили съемки? И что увидят зрители, когда придут на выставку? Мы начали этот проект в Самаре, а основную часть этого проекта снимали в Северной Италии. И ключевую роль в этом и поддержку, так сказать, сыграл Жан Гвида Бредо. Это наш, так сказать, почетный консул Италии в Самарской области. И, по сути дела, это мимо, так сказать, шопов, мимо туристических мест в глубинку. Вот, как вчера он сказал на открытии, ты снял Италию, которой уже нет. И я вам хочу сказать, может быть, для кого-то это странно и такой комплимент, но вот для меня это прозвучало настолько искренне, потому что вот он считает, что это даже итальянцам будет интересно посмотреть. А для наших людей, которые помнят эти фильмы, целое поколение выросли на них. И я помню, я помню свое детство, как мама водила в кино, так сказать, вот. И для меня это тоже, конечно, ностальгия. Ностальгия и по кино, ностальгия и по каким-то сравнениям, да, прошлого, настоящего кино и реальностей. Ностальгия, может быть, по тем самым великим актрисам, кинодивам, мощным глыбам, которые были. Но я хочу сказать, у итальянцев с этим полный порядок, потому что для современного человека, скажем, 20-30 лет, имя Софи Лорен настолько же значимо, как и имя Моники Белучи. То есть у них вот эта передача знамени происходит очень правильно. У них вот эта вот эстафета есть кому подхватить на таком же уровне. Потому что Моника, конечно, особенно вот в последнем молении, это все лучшие традиции, так сказать, итальянских великих актрис, и Софи Лорен, и Джина Лоу, и Бриджид, и Анна Маньяни, и Клауди Кардинале, и Арнелла Мути, и так далее, и так далее. Да, тогда такой встречный вопрос. Вы сказали о том, что у итальянцев все с этим в порядке, но у нас же актрис в российском и советском кино красивых очень много. Почему бы вам вот эту инициативу не подхватить, и не снять такую серию? Проект открытый, вы знаете, как это сказать? Здесь проект на самом деле и не об Италии, и не о кино, и не об актрисах. Знаете, он как бы вот есть некое сравнение. Жизнь вот движется, да? Какие-то ценности ушли, какие-то пришли. Ты пытаешься понять, а что лучше? Что лучше, экшен, хромакей, значит, или пребывание в реальной среде? Вы понимаете, современная актриса, мы за нами можем сменить сейчас фон на все, что угодно, благодаря технологиям, возможностям. И многие уже, честно говоря, от этого начинают, многих уже сводить, так сказать, это оскомимо. Потому что люди все как один идут в интерьерной студии, снимаются в одних и тех же каминах, в одних и тех же шапочках пока весь год. Понимаете, никакая интерьерная студия, придуманная людьми далекими вообще от фотографий, от кино, какими-то пришлыми дизайнерами, стилистами, она не может сравниться с местом достоверным очень. Мы попадали, я просил Жангуида помочь, скажем, какими-то ресторанами очень старыми, там 300 лет, представьте, крыша 400 лет стоит там черепичная. Мы лазили в какую-то глубину, мы попадали в дома, в которые вообще ни один турист не попадет, то есть, что называется, олд-мани, да, людей, представители буржуа там ни в первом и ни во втором поколении. Это не туристические зоны, это интересно своей достоверностью, сравнимостью тоже, да, сравнимостью наших богатых людей и их богатых людей. Поэтому это вот все, вот про это, про это. Я в этом вижу, знаете, протест всему мимолетным, что сегодня происходит, и в фотоискусстве тоже, да, вот мы сейчас все живем там в Инстаграме, селфи, вот это все мимолетное, да, оно улетает вот с ленты, да, и не запоминается, и уходит, 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 и практически не откладывается. Я вам даже более того скажу, что сам по себе формат выставки, печати, крупной печати... А давайте посмотрим фотографии. Акстронного изображения, это две разных вещи, да, то есть вот когда ты видишь онлайн эмоции людей, люди приходят общаться на выставке, мы это забыли, вот. Да, да. На предыдущий вопрос, наши актрисы бесподобны, очень много, и, боже упаси, здесь видите какой-то подтекст более того, вернее, протест или противопоставление, а, как сказать, проект продолжается, все еще впереди. Да, понятно. Давайте посмотрим теперь фотографии, потому что действительно очень интересно. Сейчас. Вот несколько фотографий. Ну, афишная фотография, я говорил, что вот это очень интересный был дом такой, это вообще такой эпизод, который... А здесь просятся краски. А писала... Вот черно-белая капуста. На самом деле, очень такой показательный именно этот был эпизод на рынке, потому что он описан и в газете «Либерта» итальянской, которая, вот, осветила этот проект, им показалось необычным приезд некой группы из России, которая, еще раз говорю, из санкционной России, да, которая приехала снимать некую фотовыставку об их великих актрисах. Да. Я так поняла, что героиня одна, да, на всех... Монопроект, да. Более того, я могу сказать, что это не просто, как бы, модель, не просто по-настоящему актресс, да, это музой этой проекта стал Аля Алферова, человек, с которым мы вообще на одной волне. Я вам могу сказать, очень часто клиенты говорят, давайте, может быть, черно-белые, там, вот, какие-то вот такие... Нет, нет, давайте, вот, нет, давайте-ка в цвете. То есть Аля, она абсолютно, скажем, холодна к фэшн, да, то есть вот все сейчас с измось давали, там, где-то какие-то позы, пятый цвет. И потом человек зрелый, человек внутренне глубокий, человек, способный понимать какую-то задачу и сыграть ее как актрис, потому что нужно понять, что мы ехали туда не за тем, чтобы она показывала сама себя. Она, по сути дела, ведь актрисы, они играют разные роли, да, и, так сказать, они по-разному выглядят, в одном фильме так, в другом так, поэтому совершенно символично, вот, моно-вариант такой. Ну и потом, извините, и экономично, да, вот все-таки надо реально представлять себе, что у нас не бюджеты голливудских фильмов, так сказать, вот, были достаточно, так, сдержанные возможности. В свое время вы стали известным практически для всей нашей страны благодаря проекту «Беременность как творчество». И это тоже был некий вызов, может быть, даже протест, что-то такое новое, современное, такая инновация сильная. Вы меня прям совсем нигилистом и протестантом. Нет, ну что-то есть. На самом деле, на самом деле, знаете, я вот, честно говоря, не вижу ничего удивительного в обычной логике. Логика – это любого думающего, здравомыслящего художника. Ну, до вас, по-моему, этого не было. Или фотографа. Я, если позволите, мысль закончу. Логика в том, что ты ищешь редко. Какой смысл делать то, чего выкладывают тонны ежедневно в Инстаграм? Сейчас фотографии никого не удивишь, выставками тоже. Значит, но, еще раз говорю, выставками какого типа, да, то есть есть интернет, сейчас он подменил все. Мне хотелось в каждом элементе получить какое-то редкое ощущение. Для современного человека редкое. Потому что, скажем, наши бабушки, дедушки, они в большей степени, может быть, близки были по духу к этой выставке. Но по взгляду, по исполнению она в любом случае современная. Мы не стремились точь-в-точь, да, мы не стремились воспроизводить какие-то, может быть, очень очевидные такие эпизоды из фильмов. Например, итальянские каникулы, ну, каждая подвыпившая туристка в Риме обязательно лезет в фонтан в хорошем платье. Ну, во-первых, было холодно. Во-вторых, а зачем он нужен, этот эпизод? Он очевидный. Или помните в Малейне эпизод, когда она прикуривает им мужиков кучи рук, тянутся с зажигалками. Понимаете, слишком вот в лоб. Мне хотелось передать атмосферу, да, и я уже по реакции вчера вот людей постарше и помоложе чувствовал, что она передана. Этого достаточно, потому что каждый, ну, я говорю, вот граненый стакан поставь, 15 фотографов и снимут по-разному. Все равно мы, понимаете, вот с каким-то своим ощущением все это съедаем. Пусть 20-летний съест одно ощущение, 40-летний другое и так далее, и так далее. А традиции вот итальянского кино, которое пришло с послевоенных лет и где-то вплоть до 70-х, они до сих пор ощущаются. Они, влияние вот того периода итальянского кино на мировую в целом, кинематографы, мировую культуру, это то, чем итальянцы тоже гордятся. Они понимают, что это было единственное, может быть, противопоставление Голливуду в этот момент. Вот, авторское кино, даже слава этих актрис, она была другая, она была народная, она ближе к нашим ощущениям. Вот, и с другой стороны, для наших людей было понятно, потому что это были простые истории, а эти истории о каких-то понятных вещах, да, не заморочены, без экшен, без квадрокоптеров, кружившихся, так сказать. Вот, камера вела себя строго, да, в камере были достоверные детали. Я не против хромакея, на самом деле. Я могу сказать, что думающей актрисе, у нее более интересные какие-то ощущения и условия для того, чтобы себя раскрыть, когда она находится в достоверном месте. Не в каком-то пристеночном пространстве, которое кто-то в будке меняет по своему усмотрению, а человек вот он стоял, вот ему сказать, слушай, вот смотри, журавли летят, и меняют альпы на это, потом нудистские пляжи, а он все с журавлей провожает. Находясь в достоверном месте, ты встречаешься с мозгами людей, которые 300 лет назад создавали это. Там вещи, которые очень уникальны, которые, знаете, я вот, честно сказать, я вот, ну, думаю, ну, с одной стороны, ну, что особенно вот в этой ванной Луизеллы, да, в которой мы попали, вот в этом доме эта женщина, что называется, old money, такой вот в третьем поколении, так сказать, буржуа итальянская. Но при этом я таких ванн у нас не встречал. У меня есть клиенты достаточно интересные, состоятельные, но по-другому. Знаете, это какие-то штампы дизайнерские из журналов. Там нет, как бы, какой-то вот такой, может быть, неразбавленного напитка. Вот я говорю, люди едут в ирландские виски пробовать, потому что вот это вот именно, вот это достоверно. Настоящее. И поэтому пребывание в объеме, оно вообще, то есть вот одна из картинок делалась мы вообще по принципу, наоборот, то есть для нас приготовили старейший ресторан, отмыли, отскабливали там что-то, как-то должна была быть сцена с публикой на втором плане, развернула меня совершенно в противоположную сторону. И мы пошли туда, куда хозяйка там кричала, туда не ходить, я туда вот все, вот самое-самое. А самое интересное там было. И еще раз говорю, вот Жан Гвидо вчера на открытии сказал, ты снял Италию, которой уже нет. Я, знаете, дорогого стоит от итальянца услышать вот это, потому что мы и ехали за этим. Мы ехали не за туристическими какими-то картинками. Это было даже опасение, вот скатиться до, вот знаете, на фоне писающего мальчика, еще что-то. Вот, это еще раз говорю, это вот, это в каждом кадре, это какая-то история, да, мне хотелось вот этого ощущения. Да, настоящие истинные ценности, да, вот достоверности получается. Я даже хочу сказать... Так интересно, вот почему же вас классики к такой потянуло? Ну, не 18 лет, конечно, да. Вот, а второе, еще раз говорю, вы поймите, на фоне тех стандартов, тех каких-то массовых каких-то вещей, проявлений, но всегда интересно взглянуть, а чем же жила камера вот до этого, да, за счет чего мастера? Ведь, ну, еще раз говорю, не было квадрокоптеров, не было вот этих вот экшен каких-то возможностей, кранов, там, опять же, этих хромакеев, третий раз мы сегодня их упоминаем. Но при этом ведь камера держала в напряжении, при этом были дивы, актрисы, которые само появление вот долго держало, были другие моральные какие-то ценности, которые, естественно, на внешнюю сексуальность. Вообще говорят вот эти вот секс, 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 стандарты, да, то есть сейчас все открыто, пятое-десятое, но очень многие думающие люди говорят, что самая сексуальная часть – это голова и глаза, да. И наша выставка в этом плане, она, уж извините, я в эфире применю такое слово, она безжопная такая, она, понимаете, она элегантная, она как раз, я тоже пытался понять, за счет чего вот эту внутреннюю чувственность, красоты женской передавали ранее. И мне это было интересно в кадре. И мы это делали. И уверяю вас, что на самом деле можно делать вот совершенно без открытой какой-то вот такой грани, хотя проект, о котором вы упоминаете, «Беременность как творчество», он наоборот был открытым. Вот можно без этой открытости делать очень вкусные вещи, очень интересные зрителю. Он их воспринимает. Мне вчера сказали, значит, вот у меня как будто столкновение с самим собой происходит, и почему это от мужчины, от женщины. Еще очень важно, что наша муза, вот главная героиня, Аля, она, ее типаж и харизма воспринималась, здесь ее все меня постоянно слышали, она итальянка, или если услышать фамилию Альфер, она не родственница этой Альферой. Да-да-да, духовная связь однозначно. И наоборот, в Италии ее тоже воспринимали как свою. Было, было, было бесконечно, бесконечное кручение голов и итальянских мужчин, что самое интересное, и женщин тоже. То есть вот это было важно, что ее типаж и харизма внешняя, она им была очень близкой. То есть итальянцы знают толк в красоте и, как бы, ну вот таким полусередниковым моментом. Для меня вот ее яркая внешность и, как это сказать, образ, да, ее вот умение меняться, оно должно было быть таким необсуждаемым. Не наполовину разбавлено, а прямо вот четко в лоб. И когда мы как раз там эту реакцию почувствовали, потому что даже газета «Либерта» прям просто написала, да, это Анна Маньянина воплощает ее девушка с обложки, так сказать, вот прям красавица с обложки, вот дословно, как это было написано. И в этом плане интересна достоверность и связь между тем, как красавец современности, да, то есть я смотрю журналы, которые уже не смотрю тысячу лет, так сказать, неинтересно, потому что ощущение, что наши женщины, значит, только ездят в дорогих машинах, богатые шубы, значит, они качают задницы на фитнесе или там грудь качают и занимаются спа-салоны, то есть губы к грудь, вот ощущение, что они стирают, гладят там, я не знаю, моют полы, занимаются детьми, его вообще отсутствует. Даже существуют, знаете, такие гротесковые проекты, там тот же Стивен Майзл, фотограф современности, очень много снимал, когда, знаете, женщина стоит в кадре, вот она прям модель, она позирует, все, она такая фэшн, фэшн. И здесь ребенок как бы плачет, там, мама, мама ее там тискает, а она, она вот отойдет, это как бы не надо давать всем подумать, что я вот не небожительный. И вот это как раз то, что зачем и было обращение вот к этим простым фильмам, потому что, как это ни странно, вы знаете, ведь очень интересная вещь, ведь эти фильмы были в какой-то степени благослов... Вот этот неореализм вообще в какой-то степени благословлялся, вы даже не представляете какой фигурой, сыном Дуччи, да, сыном Муссолини. Ой. И была установка о том, чтобы жизнь простых людей показывать не просто беспристрастно, не только быт, да, вот как бы достаточно откровенно на фоне голливудской этой вылизанности, какой-то надувности вот этих вот стен, а еще и выходить на улицу и показывать это все, самое главное, симпатией. Вот это было новое, это было как бы... И мы стали искать как раз вот эту грань. То есть вот эта красавица с обложки, но она моет, она с полами. Очень многие наши местные красотки вчера на выставке, да, которые во всех журналах, они подходили и говорили, слушай, вот нравится вот эта стенка, где она там штопает, стирает, она где-то там на сеновале, на каких-то... Я говорю, а потому что мы немножечко устали от гламура, он для нас перестал быть непредсказуемым, он перестал нас удивлять. Нет содержания, нет никакого содержания. Я бы сказал, даже немножко вот, как это сказать, в какой-то рассеянности, в какой-то потерянности все это находится. Ну, вот так вот. Да, интересно. Вы нашли очень удачную модель, есть такие внешности у женщин, которые в любой стране воспринимаются как своя. Я говорю про Алфюрову, Аллю. Я хотела узнать у вас, какую женщину вы считаете красивой, воспринимаете как красавицу? Вот пусть не сочтут, что я ужом ушел от ответа. Вы знаете, я вам хочу сказать, вот 22 года я фотографии. Я вам могу сказать, вот никогда не существовало рецепта вот такого уникального. Я могу сказать, что очень часто я попадался на следующий метаморфоз. Вот заходит серая мышка, встает под камеру. Откуда что появляется, вообще непонятно. Есть понятие внутренней красоты, внутреннего наполнения. И очень часто пишут там какие-то помоложе девушки, какие-то вот или там просят клиентки своих вот дочерей. Понимаете? Но очень сложно, например, девочке 12 лет давать установку на чувственность. Это для нее немножечко какая-то категория. То есть, ну, каждому своя игра. И одновременно женщина, скажем, извините, в возрасте или почувствовавшая какие-то вещи в жизни, да, такая, а то еще глядишь и прошедшие огни, воды и медные трубы, она одним жестом, одним каким-то мгновением, каким-то движением пальца может в кадре сделать то, на что ты даже не рассчитывал. Почему я, знаете, вот опять же, вот это вот какая-то, вы говорите, протестность. Не протестность на самом деле, просто вот достоверность никто не отменял. А достоверность в том, что между музой, между художником и моделью существует некая связь в единомыслии. Они должны одинаково, как сказать, дышать в какую-то сторону, да. И вот это настолько важно, потому что вот какие-то вещи такие необъяснимые или непрограммируемые может выдать только человек, который, как это сказать, он в теме, да, он не чужой тебе. Вот это вот очень важно. Да, я с вами согласна. Знаете, даже чувствуется, когда, допустим, муж фотографирует жену, вот она его просит, фотографирует меня, чувствуется, он любит ее или нет, да, вы, наверное, про это тоже говорите, да. Я почувствовала суть вашей выставки, что вы хотели вдохнуть в ваши работы. Я надеюсь, что телезрители тоже это поняли. Скажите, пожалуйста, до какого числа она продлится? И еще раз напомните, где художественный музей, да? Художественный музей Кубишев 92, она идет до 12 февраля, вот она будет в Самаре, кроме вторника, во вторник во всех музеях выходной. Да, еще не ходила, не смотрела, но уже благодарю вас за то, что вы сделали. Надеюсь, это оправдает и мои ожидания. Спасибо вам за то, что пришли к нам и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Спасибо.